друзья всем привет привет хочу показать вам гортензии крупнолистные на сегодняшний день вот так вот выглядит моя гортензия из-за того что на улице аномально тепло и естественно в погребе тоже тепло вот на данный момент 5 9 градусов это конечно для нее многовато и посмотрите она начала расти что меня очень сильно расстраивает я уберу эту почку она здесь не нужно ну не зацветет одного цветочка не будет ничего страшного посмотрите начали просыпаться почки не нравится конечно мне хранение в погребе потому что ну здесь во первых и мыши я переживаю что они съедят так вот смотрите как почки нарастают из-под земли вылазит это на улице между прочим тоже творится то же самое немножко я промочила грунт для того чтобы не пересушить нашу гортензию сейчас вот с этой стороны прям чуть-чуть хватит потому что поверх корни поверхностные растут вот смотрите ну теперь как будет посмотрим теперь от природы никуда не убежишь насколько я не люблю морозы но если честно я их жду чтобы здесь было все-таки попрохладнее все-таки хочется любоваться этой красотой этими гортензиями кто их выращивать и меня понимают моя красоточка подсыхают листочки обязательно наблюдайте за своими гортензиями сейчас покажу вам те комнатные гортензии которые у меня на втором этаже те уже активно растут но за не те я не так переживаю как за эти те спокойно будет расти в комнате я об этом знаю так также у меня здесь хризантемки тоже они растут но хризантемы проще я просто вот это вот все могу обрезать и они заново наберут вегетативную массу вот маленькие гортензии которому черенковали поздно поздно стояли у меня на втором этаже посмотрите вот так вот они выглядят тоже принялись все хорошо листочки сбросили одревенели я убрала но тоже видите они начали расти и эти гортензии которые еще не одревенели сейчас я вам все покажу вот так вот выглядит моя комнатная гортензия которая покупала магазине смотрите цветочков листочков нет а цветочки она бутончики набивает уже там тоже какие вот в принципе неплохо выглядит конечно я бы хотела чтобы у нее был период покоя хотя бы пару-тройку месяцев ну она этого не захотела слишком тепло дома смотрите очень хорошо пушистая начинает нарастать но прошлом году кстати она у меня тоже не была в покое на 8 марта она у меня цвела вовсю у меня есть видео об этих гортензиях смотрите как она цветет смотрите что я сделала то что сейчас в погребе отщипнула я воткнула но вдруг вдруг даст корешки мне будет очень приятно выкинуть сюда все успеется вот так вот она выглядит я ее подкармливаю хорошо поливаю опрыскиваю по листу просто водой hb опрыскиваю и естественно от и клеща потому что клещ на раз-два может завестись все я цветочки свои опрыскиваю поэтому они вот такие вот как сказать крапинку это не пыль это не грязь вот поставила гортензию пакетик посмотрим что с ней будет обязательно буду наблюдать и вам естественно же показывать вот моя красота от меня не на шаг не отходит чё чё на ручки на ручки хочет вот так вот выглядит гортензия который череночки выбрали с вами сентябре это вот я их опрыскала через это не грязь вот это вот одревенела принципе можно ей листики снять и отправить ее также в погреб не видно вот хороший материал вот эти два тоже отправится у меня на зимовку в погреб она прижилась пускает опять почки в принципе нам этого не надо пусть отдыхает видите новые нарастая сейчас ну довольно таки на чуть-чуть увлажную и и отнесу сейчас ее в погреб там прохладней здесь слишком жарко зеленой массы у нее нет принципе она нам не нужно но покажу вам и свои бургмансии это череночки которые я покупала канал жить в деревне там мужчина выращивает бургмансии уже более 10 лет и вот он мне подсказал что лучше посадить поставить на светлое место на окошко можно не обязательно подсвечивать и она быстрее вырастет быстрее зацветет и будет хорошие не мощные побеги вот я так и сделала и у нее появились уже смотрите первые листочки вот так вот посмотрим что будет взрослую свою же бургмансию которая у меня росла тоже я вытащил на свет сломалась это же она у меня здесь будет стоять не полив умеренной про это я знаю такая чуть слегка влажная земля поливая как пересыхает грунт на этом будет заканчивать свое видео всем большое спасибо сделал такой небольшой обзор своих растек на ноябрь